Как обычно в это время мы говорим о главном за неделю. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. 30, 40 или 55. Всю эту неделю аналитики делали прогнозы о том, сколько же будет стоить нефть в ближайшем будущем. Цифры называли самые разные, но пока ясно одно. Чем дешевле нефть, тем сложнее пополнять бюджеты нашего государства и еще целого ряда стран. Ситуацию обсудили и президенты России Венесуэлы. Лидеры обоих государств договорились о совместных действиях для поощрения роста цен на нефть. Что будет с добычей черного золота? Еще один открытый вопрос. СМИ сообщают о прогнозах Минэнерго относительно угрозы сокращения добычи нефти в России. При таком раскладе ставка делается на добычу так называемой трудной нефти. Она должна удвоиться. Ждут прироста и от добычи высоковязкой нефти. В Татарстане сверхвязкую битумную нефть добывают уже 9 лет и объемы намерены только увеличивать. Как известно, 75% всех запасов углеводородов в регионе трудноизвлекаемые, а к 2030 году доля таковых достигнет 90%. Об этом в Рио президента Татарстана Рустам Миниханов сообщил на прошедшем в Казани нефтегазохимическом форуме. О будущем нефтянке и ценах, которые определяют состояние бюджета, об этом мы говорили в нашей студии в эту пятницу. Вы знаете, неблагодарные прогнозы, потому что факторы, которые влияют на цены, они очень разные. С одной стороны, эти факторы, вроде бы объективные, это выход на рынок тех стран и регионов, которые какое-то время не поставляли туда нефть. Ну, скажем, это вот снятие эмбарго с поставок иранской нефти на мировой рынок, это вот эксплуатация дополнительных нефтяных мест в Ираке и так далее. Это то, что говорит о том, что добыча будет растянуть на другой страны. Это прогнозы на снижение добычи сланцевой нефти в США, период заката, так называемого, добычи легкой сланцевой нефти и так далее. Они разноправлены, эти прогнозы, и, в общем-то, их подача биржевыми спекулянтами на нефтяном рынке, она направляет ситуацию в разные стороны. И мы видим вот эти дневные пики падения и повышения, так сказать, цены на нефть, они не связаны с добычей и не связаны с потреблением нефти, они связаны с этими прогнозами, которые выстраиваются в различных вариантах, в различной комбинации и так далее. Поэтому здесь сложно. То есть нефтяной рынок оказался очень подвержен паническим настроениям, так же, как, в общем-то, может быть подвергнут это настроение фондовый рынок и так далее. Но объективный тренд на будущее, ну это, конечно, объем потребления существенно снижаться, вида не будет, объемы добычи, так сказать, тоже не будут существенно снижаться, потому что... А увеличиваться это объемы добычи не будут в связи обратно с тем, что сейчас Иран уже войдет в число экспортеров? Вы знаете, параллельно ведь растет это потребление, поэтому параллельно, скажем, ну вот в большом количестве потребляет сейчас нефть Китай. Так, да? Китай потребляет не только нефть, Китай потребляет и газ. Китай потребляет, несмотря на большие запасы угля, возной уголь, скажем, жиженый уголь возят из Австралии. Понимаете? Хотя у самих есть. Хотя свои мощнейшие запасы, практически на большей части Китая находятся мощнейшие запасы угля, ну достаточно взять Синьцзянь, крупнейшие, значит, запасы антрацита, мощнейшие пласты, но которые еще недостаточно, в общем-то, вовлечены в эксплуатацию и так далее. Тем не менее, страна возит, возит в большом количестве и газ, и нефть и так далее. Свои ресурсы экономят, что ли? Разные цели, в том числе. Развивающиеся рынки азиатские потребуют дополнительного объема углеводородов. Это однозначно. Если Европа, она где-то в стабилизированном режиме работает, то молодые растущие рынки, они это требуют. Поэтому я не согласен с тем, кто говорит, что объем углеводородов в добыче будет падать. Потребность в целом производства растет. И замена углеводородом, альтернативные источники, они, конечно, есть, они развиваются, но пока заменить полностью углеводороды они не в состоянии. Сама по себе нефтяная промышленность, она уже является конкурентоспособной, потому что углеводородное сырье распределено по меру неравномерно. Ближайшие конкуренты, российские, они находятся на достаточно удаленном пространстве. Ну, зоны Персидского залива, Ирана и так далее. Поэтому мы располагаем уникальным даром природы и углеводорода по степени потребления, потребность них, так сказать, в ближайшие годы снижаться существенно не будет. А может быть, даже будет расти по отдельным позициям. Это вот первое. Второе. Нам часто говорят, что чем наша нефть неконкурентоспособна? Тем, что она имеет вот эти вещества дополнительные, так вот, серо, парафин и так далее. Которые загрязняют, говорят. Говорят, которые загрязняют нефть. Значит, ну да, если продавать сырую нефть, так оно и есть, потому что сырая нефть в качестве определяется по наличию этих веществ. С учетом их минимизации. Но с точки зрения химии, нефтехимия, эти вещества абсолютно, так сказать, не являются ненужными. Это позиция химической промышленности, причем важнейшая и серо, и парафин, и другие. Достаточно сказать о том, что если выделять только редкоземельные металлы из нефти, уже нефть становится рентабельным. Поэтому нефть, насыщенная этими элементами, является уникальным сырьем для химической и нефтехимической промышленности. И это главное. В свое время еще классики говорили, что топить печи нефтью, это все равно, что топить печи ассигнациями. Глубокая переработка нефти делает эту нефть более рентабельной, чем ту чистую, о которой вы говорите. Нефть и переработка, она расщепляет нефть наставляющие элементы, чем больше, тем лучше этих элементов. Все это переработка и так далее. Глубокая переработка позволяет достигать выпуска широкой гаммы продуктов из нашей штатастанской нефти. И это высокие технологии, это наука и так далее. То есть все это на базе нашей штатастанской нефти. Поэтому в принципе никакой кризисной ситуации, если мы развиваем параллельно глубокую переработку нефти, в принципе нет. Потому что продукты нефтепереработки с высокой технологией, высокого качества, они всегда будут востребованы. Нефть исполагает крупнейшими объемами нематериальных активов, то есть теми разработками, достаточно уникальными, которые используются в данной отрасли. Большой объем разработок соответствующих, потенциал которых еще не исчерпан, не реализован до конца. В Толстане есть целая школа, научная школа, связанная с технологиями добычи и переработки нефти. Даже знаменитая школа химикова здесь. Наша технология первичной переработки нефти используется сейчас в Иране, академик Мазгарев и так далее. В Иране? Конечно, конечно. У нас есть свои технологии горизонтального бурения и так далее. Все это в республике есть. Другое дело, в условиях санкций нам приходится более внимательно смотреть на свои разработки, которые уже есть, дорабатывать их и вводить в эксплуатацию то, что у нас есть. В этом отношении большие надежды можно возлагать на формирующийся в республике рынок интеллектуальной собственности. Программы целой составлены, направленные на то, чтобы у нас были позиции, разработанные до уровня технологической разработки, до уровня их реализации, коммерческой реализации. С тем, чтобы Татастан не только на базе своих разработок производил переработку нефти и производил целый гамма продукции, но и мог свои технологии продавать в форме лицензионных соглашений и так далее. То есть, чтобы он был лидером, полноценным лидером в технологическом развитии в данной отрасли. У нас мощнейшие институты работают соответствующие. У нас, я еще раз повторяю, очень большой запас нереализованных еще разработок, которые мы можем довести до соответствующего уровня. И, в принципе, в рамках программы импортозамещения максимально локализовать производство и оборудование, используя своих технологий на месте. Такие возможности у нас исполняются, и такие установки, они даны сейчас. Нормальная ситуация, которая заставляет нас реально оценить свои возможности, напрячься и выйти на высокотехнологичный путь развития. Вот в тот период, когда мы поставляли сырую нефть и спорили о том, кто больше загонил в трубу, чья нефть более очищена от этих компонентов, то, что я говорил, это время прошло. Мы должны работать с условием переработки нефти на месте, извлекая все компоненты, работая вместе, ориентируясь на новых партнеров, новой конфигурации и российского международного рынка. Вот в этом наше, так сказать, спасение. 1375 учащихся, 40 тысяч квадратных метров площадей. 1 сентября в республике открылась самая большая школа. Средняя общеобразовательная школа номер 179 с углубленным изучением отдельных предметов построена на пересечении улиц Бонтаренко и Абсалямова, где много новостроек и плотность населения очень высокая. По сути, это целый учебный городок с хорошо продуманной логистикой. Начальная школа располагается в отдельном блоке со своим входом, классами, спальными комнатами, отдельной библиотекой и большой рекреацией, где можно проводить любые мероприятия. По лабиринту школьных коридоров прогулялся Сергей Шерстнев. Мы маленькие дети, нам хочется гулять! Мы маленькие дети, нам хочется гулять! Школьный двор размером с футбольный стадион и добрые сотни первоклашек в приветственном флэш-мобе встречают лидера республики Рустама Миниханова. Сегодня мы открываем самую крупную, самую большую школу в истории нашей республики. 1375 мест, самая современная, по самым новым стандартам. И, конечно же, я сегодня хочу поприветствовать наших, прежде всего, первоклашек, которые пришли первый раз в школу, поприветствовать всех наших школьников, которые сегодня начинают занятия, поприветствовать родителей, потому что для каждого родителя знание, образование для наших детей – это самое главное. Порму новую надела, туфли, мини-юбку. А с какого класса в школе можно красить губки? Школьной традиции незыблемы. Дан первый звонок, и вереница первоклашек потянулась в новенькие классы. Кроме учебных кабинетов, здесь есть лекционная аудитория, где планируется проводить занятия с преподавателями вузов. В центральной части школы расположены два спортзала, два актовых, хореографический зал, 25-метровый бассейн и даже тир и киностудия. Администрация школы заключила соглашение о сотрудничестве с рядом казанских вузов. В частности, здесь будет медицинский восьмой класс. Его выпускники получат преимущество при поступлении в медуниверситет. А ГИБДД разместит здесь детско-юношескую автошколу с собственной автоплощадкой. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Эфир 24 Наступивший новый учебный год принес массу нововведений для школьников и учителей. С 1 сентября в России новый федеральный государственный образовательный стандарт. Касается он учеников 5-9 классов. Теперь у каждого ребенка должно быть портфолио. В нем полученные грамоты, дипломы, результаты тестов и другие работы. Также новый ВГОС определяет 10 часов в неделю на посещение кружков, спортивных секций, экскурсий и участие в семинарах. Для учащихся 10-11 классов определены 5 профилей обучения. Социально-экономический, технологический, естественно-научный, гуманитарный и универсальный. Старшеклассники будут иметь возможность составлять индивидуальный учебный план, который будет включать в себя общие предметы и предметные области. Дополнительные дисциплины, курсы по выбору. О новых стандартах мы говорили в нашей студии в этот вторник. Если раньше мы говорили, что ЗУМ, знания, умения и навыки, то сегодня это ОУД. Это все-таки действие. Что значит действие? Если я провожу сочинение, описание на одном уроке, на втором уроке, это продолжаем, например, на уроке окружающий мир, на уроке природоведения, мы продолжаем об этом говорить. А на следующем уроке, ну, например, физики, может быть, там проект, да, разработан был ребенком проект. Вот действия, да, произошли эти действия, он показал свои действия. То есть нам большое внимание уделяется уже проектной деятельности по этой программе. Но, знаете, я хочу сказать, что мы, учителя со стажем, наверное, уже давно работаем так. Именно по этой системе участвовать? По этой системе. Просто ее облекли в новую форму и дали ей новые названия. Но действия, обратные действия от ученика, они всегда были. Если обратно получить, вернее, даешь ребенку домашние задания, если раньше учебник страница такая, ты прочитаешь такой, страница вот такой, там выучи, что-то еще сделай, провел. То сегодня учителю необходимо брать какие-то информации, да, информационную программу, зайти на сайт, посмотреть, что можно взять с этого сайта, ребенку дать почитать, какую литературу дать почитать можно, Нужно, чтобы ребенок мог это все потрогать и попробовать, чтобы он сам в этом море литературы не утонул, конечно, вот, а нужно его просто направлять. Каким видом спорта заниматься ребенку и стоит ли вообще посещать спортивные секции? Сентябрь – еще и время выбора многими родителями спортивного будущего своего чада. В спортивных школах в разгаре зачисления во многих учреждениях продлится этот период до 1 октября. Сегодня в Казани 40 детско-юношеских спортивных школ, это 47 видов спорта, которыми занимаются 25 тысяч детей и подростков. И здесь столица Татарстана уступает лишь Екатеринбургу. Второе дыхание детско-юношеский спорт в городе получил после универсиады, прошедшего недавно чемпионата мира по водным видам спорта. Сегодня в тренде у школьников художественная гимнастика, плавание, хоккей, фигурное катание, легкая атлетика и футбол. Что дают занятия спортом и с какого возраста берут в художественную гимнастику. Об этом мы говорили в нашей студии в эту среду. Зависит от вида спорта, прежде всего, от требований вида спорта. У нас в художественной гимнастике зачисление именно в спортивную школу 6 лет. А как физическая культура, то есть предшкольное какое-то физическое развитие с 4 лет. Вот это для нашего вида спорта уже принято оптимально. То есть если ребенка, девочку привезти в 6 лет, и она до этого не занималась спортом, у нее нет шансов уже оказаться в спортшколе? Почему? Есть. Есть шансы оказаться. У нас требования к этапу начальной подготовки. Это отсутствие противопоказаний медицинских для занятий спортом. И, конечно же, отсутствие каких-то лишнего веса, скажем так, каких-то таких данных. А на этап начальной подготовки имеют шанс попасть все. Другое дело, мы ограничены количеством бюджетных мест. Это уже план комплектования нашей школы. Все, что сверх плана, мы представляем как дополнительную услугу населению. Каждый желающий, в принципе, может у нас заниматься художественной гимнастикой. И мы здесь только ограничены количеством тренеров, которые предоставляют эту услугу, и, конечно же, базами. У каждого вида спорта есть своя программа, которая утверждается на федеральном уровне. Ну, рекомендовано, скольки лет ребенку лучше отдать на тот или иной вид спорта. Поэтому говорить о том, что вот с шести лет, это тоже для художественников именно с шести лет, для футбола с восьми и с девяти лет. Но мы никому не отказываем, даже если родители хотят в более раннем возрасте уже отдать ребенку в спортшколу. То есть мы ведем какие-то подготовительные группы, которые уже восемь-девять лет, они более подготовлены, будут засуществляться в бюджетную детскую спортивную школу. Трудно очень определить в 4-5 лет, за счет чего может ребенок достать свой ресурс. Да, ведь спорт единицы только на пьедестале, а все остальные дети, они приобретают, во-первых, за счет физической культуры, это тело, красивые девочки, да, и приобретают такое важное качество жизни, это уровень самой жизни. Они требовательны к себе, к окружающим их людям. И сказать это в 4-5 лет получится или нет, на самом деле очень трудно. Да, чисто по физическим данным можно предположить, что вот, там, глядя на родителей, там, на какие-то антропологические, ну, ребенка данные. А вообще компенсация может произойти на любом этапе и добиться звания кандидата в мастера спорта. В принципе, это реально для каждого у нас. Для любого желающего, да? Для любого желающего. Плюс, конечно, желание, усилие, старание тренера, самого ребенка и, конечно же, родителей. В первую очередь, с нас никто не снимал принципы от массовости к мастерству. Поэтому, в первую очередь, наша задача привлечь детей, подростков к систематическим занятиям физико-культуры и спортом. Это муниципальная спортивная школа. Во-вторых, когда ребенок в течение нескольких лет занимается любым выбранным видом спорта, он уже сам для себя определяет, стоит ему дальше переходить на уровень мастерства или не стоит. Или вот у нас в практике очень много детей и подростков, которые говорят, все, хватит, я дальше не хочу, хотя тренера, специалисты видят перспективу, они сами останавливаются и говорят, можно я для себя только в спортивно-оздоровительных группах буду три раза в неделю этим заниматься. Но плохо тот спортсмен, который не хочет быть олимпийским чемпионом, но большинство наших юных спортсменов все равно хотят быть лучшими в выбранном виде спорта. Да, ребенок может уставать, но ребенок, само слово ключевое, он может и просто лениться, и такое бывает. Здесь уже от мастерства, от педагога зависит, от тренера, как ребенку дать определенную нагрузку, в какое время, и наблюдать, и контролировать. Если ребенок хочет заниматься и спортом, и учебой, он будет учиться. Если он хочет валить на спорт, я занимаюсь спортом, останьте, я не буду заниматься учебой в школе, это уже, я не думаю, что из него получится хороший спортсмен. Поэтому хороший спортсмен не бывает плохими учениками. Все-таки прецеденты есть, да, что у вас, допустим, девочки хорошо учатся в школе и достигают хороших результатов на соревнованиях? Практика. Это практика у нас, и Рамик Аминович правильно сказал, как только ребенок или спортсмен прекращает занятия, у него прекращается мотивация к самоорганизованности, и, естественно, снижается успеваемость в школе. Потому что он сам себе дает поблажку, что у него есть теперь много свободного времени, он теперь займется учебой. Как правило, это в жизни не подтверждается. Как правило, чем больше... Он в это время восполняет уже, может быть, другим занятием, которые не совсем хотели бы родители. Ну, самый хороший совет для родителей, это личный пример, конечно. Для ребенка личный пример родителей, это на первом месте всегда. Ну, и, конечно, по возможности определять вид спорта, которым ребенок может заниматься и развить свою физическую культуру. Есть у вас какие-то секреты, Рамик Аминович? Как заставить ребенка своего заниматься спортом? Главное, не перегнуть палку. Не надо заставлять. Если ребенок не хочет, тем спортом заниматься, учебой заниматься. Здесь надо сесть в семье, определиться, что нам приоритет сегодня, учеба, спорт или оба. Если оба, значит, мы будем вести оба. Одно без другого не бывает. Поэтому в семье, ну, во-вторых, и тренер, и наставники по спорту должны контролировать этот процесс. Чтобы не только акцентировали внимание на результатах, а спрашивали, успеваясь в учебе, проверяли дневники, общались с классными руководителями. Все это в совокупности дает результат. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оргкомитет книги рекордов прежде всего удивила форма. Пирог такого размера и круглый приготовили в России впервые. И, конечно, шокирует масштаб. Вес 2 тонны 355 килограммов. Впечатлила цифра и в диаметре. У нас 10 метров 64 сантиметра. Кулинарные рекорды одни из самых популярных рекордов, наверное, вместе с массовыми рекордами. Поварам пришлось работать сутками. К слову, все было сделано самими сотрудниками ресторана и гостиницы. Даже стол, на котором возлежал десерт из полин. На его изготовление ушло несколько тысяч шурупов. Он состоит из частей, как лепестки, ну, ромашки. И идет так вот, конусом. Все это складывается, собирается. Несколько камазов везли из заготовки. Конфитюром из яблок десерт заливали уже на площади. Бисквиты были приготовлены заранее из французского теста. Мы делали сразу норму 10 коржей. Соответственно, мы взбивали желтки с сахаром отдельно. Сливочное масло мы взбивали отдельно. И уже потом в 110-литровой емкости, у меня есть большие тазы, мы это уже вручную аккуратно перемешивали. Тем временем, желающие попробовать на вкус рекордный пирог продолжали окружать творение. Первый кусок – внуку руководителя города. Назовут его, ромазад! Дегустаторами пирога стали более 4 тысяч человек, а раздавали его 40. Десерт, по словам гостей праздника, их не разочаровал. Я не могу такого вкусного заготовить. Лилия Денисова, Василий Киселев, эфир 24. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова